Антон Дулов, основатель проекта и сети Аппетит. Это у нас город Санкт-Петербург. Антон, вы с нами? Думаю, да. Ну что ж, мы с вами познакомились относительно недавно. Вы довольно активно присутствуете в соцсетях, поэтому как только кого-то новенького мы заметили, мы, соответственно, решили связаться, пообщаться и сейчас уже непосредственно на эфире с вами переговорим. Поделитесь, пожалуйста, информацией, сколько магазинов сейчас в вашей сети, ну и в целом, как давно вы начали заниматься развитием? У нас история такая, что сейчас на сети девять магазинов, и это количество не увеличивается, то есть нашему бизнесу чуть-чуть меньше, чем три года, и все это время мы занимались его созданием, трансформацией. Мы купили десять магазинов. Три года назад это были обычные продуктовые магазины, пять дверей пива, доля сигарет 20 процентов. У нас, наверное, такие самые яркие-яркие, как бы понятные всем характеристики, как бы. Ну, изначально мы понимали, что мы не хотим этим заниматься, но это был довольно такой легкий вход, дешевый, для того, чтобы построить что-нибудь свое. Нам всегда хотелось сделать что-то такое европейское, быстро, динамичное, при еду, при этом не делать что-нибудь, что-то такое, что уже сделано. Ну, безусловно говоря, модель людо-пиццы, которая, при всем неуважении, которая улучшает понятный бизнес, как бы, да, а вот она не близка. Хотелось сделать что-то такое, инновационное. Тогда было, ну, очень малое понимание о том, что мы конкретно хотим, но было понятно, что мы хотим что-то мультиформатное в малом помещении и вот про еду. И вот, собственно говоря, три года, наверное, полноценно два, мы занимались трансформацией этой истории, параллельно создавая свое производство готовой едой, еще какие-то идеи, проводя фактически на этом магазине, ну, такой тест, как вот операция без наркоза, да, то есть убирая продающийся ассортимент, испытывая, соответственно, конфронтации с продавцами, которые не понимают, почему надо убирать пиво, которое были как формально продаются. Вот. И в процессе этой истории мы искали свою идею, мы ездили там в Германию, в Москву, в Доразь для того, чтобы установить хорошие, интересные форматы. И на самом деле, конечно, основная масса времени ушла на то, чтобы создать свое производство. Потому что первое наше производство, это было производство на 70 метров, в каком-то бывшем кафе, как бы, где висели дискошарные потолки, как бы, а кухня была в пространстве, примерно, наверное, сама кухня там была микро-25. Вот. И второй момент – это огромное количество экспериментов внутри пространства магазинного, чтобы понять, какие группы работают, какие не работают, сколько нужно пространства под ту или иную группу, там, и так далее, и так далее. Вот. Возможно, если у нас было бы в запасе очень много денег, то можно было бы сделать, как это, Ctrl-C, Ctrl-V, с какого-то такого формата, и потом, и вот, а с вами, это было бы, конечно, быстрее. Вот. Хотя тогда бы у нас не было бы своего лица полноценного, ну, там, источник такого простого, плюс-минус, наверное, понятного всем будет примера, что если мы говорим про готовые идут, основная масса форматов специализированных на малоформатных историях, там, в Европе, или, например, то же самое, райны, которые мы с удовольствием смотрим в Москве, да, эти ребята, которые занимаются какими-то фреш-историями салатами и большим количеством тугового конструкции, там, вот. И если мы поедем, ну, в любую европейскую точку, мы увидим формально то же самое, там, да, а мы пошли изначально тоже создавать горячие блюда, там, котлеты без пюре, там, вот это начиналось все, там, 300 грамм, то есть такое полноценное мужское, там, в большей степени блюдо, и это стало здоровее нашей категории, и доля, там, таких блюд у нас внутри занимает, там, больше 40%. Вот если бы не было его последнего смысла, не было бы этой эволюции, не было бы этого лица, был бы какой-то похожий формат, который мы пытались бы, там, как-то потом трансформировать, да, мы практически изначально ушли, сделали шаг в сторону, как бы, и потом уже его... Так создавался формат, по-пактически. Если говорить про локации, они территориально, в какой части Санкт-Петербурга находятся? Ну, а поскольку это была вот такая покупка, то это была совершенно хаотичная история, и получилось, что у нас часть локаций в центре, я сижу на Блохинае, это около зоопарка, тут напрячься можно не увидеть, как бы, а чуть больше количества, опять, локаций у нас находится в спальниках, и поэтому еще получилось так, что мы вынуждены были исходя из этого тестировать этот формат, чтобы так он жил одновременно и в центре, и в спальнике, и вот когда я писал вот тот пост в футболе, в котором вы вспоминаете, как бы, на самом деле мало кто понял, как бы, историю того, что у нас получается создавать проект с готовой едой, как бы, не только в центре, потому что если мы возьмем все, ну, то же самое Prime, да, или те же самые форматы в Европе, и грубо откроем их на гугл-карте, то они все будут расположены радиально внутри, внутри, как бы, центра, и по радиальным линиям, которые отражают основные магистрали, будут уходить там куда-то, как бы, к краям, да, вот. Вот, а у нас, получается, это работает по себе в спальнике, и в том числе, получается, смешная история, сейчас нас это сильно спасает, потому что центр весь сильный сел, а в спальник не сел, несмотря на то, что форматы в спальнике не так эффективны, как бы, но, тем не менее, как бы, получается, что нас сейчас как-то любезно вытаскивает, а самое главное то, что создает пространство для масштаба. Вы сказали, что вы купили 10 магазинов, а сейчас обозначили, что, значит, один закрыли, да, то есть у вас сейчас 9 в работе. Да, да, да. И вообще, с вот текущими локациями вы все-таки собираетесь на них же и оставаться, или все-таки вы будете с какими-то расставаться, и, возможно, выбирать уже другие локации? Ну, так потенциально пару локаций непонятно, как вообще можно развить, даже если потратить деньги, потратить деньги суммом, да, но вот этот вопрос я как-то откладываю в сторону, для меня он философский, поскольку минусовых точек нет, да уже проще, как бы, с этим жить, как бы, да, и нулевых точек тоже нет, как бы, да, там, есть пусточки, которые, ну, непонятно, как развить, как бы, да, потому что не очень конечные, то есть просто вот магазин в доме, вокруг дома, кладбище, все, конечно, вот, поэтому, наверное, вопрос такой, не сильно важный, как бы, да, скорее, по проблемам в том, что если их потом когда переделать под некий канал, просто будет жалко вкладывать деньги в то, что не принесет, то есть не отобьет на какой-то капель, как бы, да, там. Понятно. Вот. Если говорить о портрете покупателя, да, кто он, кто к вам все-таки приходит? Ну, вот, на самом деле, такой больной вопрос для нас, потому что, ну, казалось бы, да, ты занимаешься готовой едой, иначе тебе должна находить какая-то современная аудитория, условно говоря, там, не знаю, допустим, 20-30, как бы, а в реальной жизни мы видим, потому что, ну, в принципе, сейчас до последнего времени, до последнего, наверное, там, месяца в двух не занимались маркетингом, как классно, то есть мы просто занимались продуктом, да, то есть мы не развивали, не рекламировали. Вот. То, соответственно, аудитория сложилась та, которая как-то пришла и как-то акционирует, да, то есть чисто на продуктику. Вот. И то, что мы сейчас видим, мы видим очень широкий, как бы, спектр. То есть это, наверное, ну, в реальной жизни мы видим, там, 25-55, хотелось бы ориентироваться, чтобы было проще, там, всего дальнейших планов, на 25-40. То есть это довольно широкая аудитория. Ну, и концепция, которая заложена у нас, связанная с тем, что мы делаем вкусную, сытную еду, она, наверное, такая, в общем, довольно широкая, как бы, да. То есть это не ЗОЖ, который, там, все-таки сильно бьет, как бы, в современность, да, там, это... Мы потом еще не дали здесь максимально современный контур, потому что дальше мы, там, наверное, будем обсуждать, что мы хотим себе дать самообслуживание, и это идея, которая родилась не сегодня и не вчера, да. То есть это, как бы, часть, там, идей, которые мы, там, полтора года назад определили для себя. И тогда, наверное, начнет, как бы, собираться, и какая-то часть аудитории отсекаться, потому что мне просто ей будет некомфортно, как бы, да. Потому что в том времени мы кого-то воспитаем, как бы, и это, вообще, будет круто. Еще раз напомните, пожалуйста, какой процент у вас именно вашей продукции в ассортименте? Ну, сейчас, если смотреть весь такой сел-аут, то я думаю, что сейчас будет партнерсмейт, идем. Вместе пятили мы дальше. Понятно. В общем, того, что кофе внутри, как бы, а кофе, как бы, она тяжелая. И вот еще раз, вот, про отличия попробуем проработать. Вот смотрите, в Москве есть прайм, на который вы уже ориентируетесь, да. В Петербурге еще мы можем все-таки назвать вкусвилл, который частично подобный формат, ну, нам-то кажется, что преподносит, да, где можно с собой взять готовую еду, и, там, например, в случае прайм можно еще прикусить на месте. Чем в этом моменте вы все-таки от них отличаетесь, если вы их рассматриваете как конкурентов? Ну, в связи с келом проще, да, то есть я понимаю, что такой расхожий тейлер, как бы, что вот вкусвилл еда, да, но вкусвилл это магазин, там, как там, как в них написано, здоровых продуктов, здорового питания, да, и все-таки фокус там на еду, ну, его видно, что он слабый, как бы, да, там, вот, и не может поставиться так ассоциацией, как бы, да, там, с моей точки зрения, да, как бы, вот, то есть качество фокусировки вкусвилла на еде соответствует тому концепту, который они заявляют ему, да, оно, с моей точки зрения, невысокое, да, там, относительно базового концепта, да. Вот, с точки зрения прайма, все проще, с моей точки зрения прайма, это такая полноценная, хорошая, качественная или отличная, не знаю, естественно говоря, я не думал над этим, копия европейского формата, где прям много тугу, по-моему, там, процентов сорок, полки готовой еды, тугу бутерброда, как бы, там, по-моему, в шести разновидностях, да, это очень круто выглядит, вот, поэтому это работает в центре, поэтому не может работать в спальнике, потому что мотива не будет, как бы, такого массового на это, на перекус, как бы, а мы делаем, как бы, именно магазин готовой еды, да, то есть наша основная, то есть у нас вместо всех этих бутербродов у нас стоит горячее блюдо, да, там, вот прямо, вот прямо вместо бутерброда взяли и поставили горячее блюдо, и это, на самом деле, в принципе, они отличаются, это разные такие мотивы, то есть у нас люди в массе своей не идут, где-то гуляя и едят в бутерброд, там, и так далее, а берут с собой, и в том числе это работает в спальнике, потому что нам просто берут тупо это домой, потому что не хотят, собственно говоря, готовить, да, это такой совершенно базовый, там, понятный всем мотив, вот, ну, вот как-то так вот. И, конечно же, про фабрику кухни, да, нельзя не сказать, соответственно, если говорить про развитие этого направления, которое у вас базовым, основополагающим является, что без него вы не сможете вытащить свой ассортимент уже и отстроиться, да, вот что пришлось за последнее время там сильно изменить в ассортименте, и какие позиции может в ближайшее время уже готовить и ровно, потому что вы верите в них, что они точно войдут в обиход, и покупателям будет интересно. Слушайте, ну, вот, в самом деле, конечно, это такая-нибудь очень интересная эволюция, потому что как развивать, что делать, на самом деле, вроде как все очевидно, а на самом деле все как обычно сложно, да, вот. То есть начиналось с того, что мы делали простые вещи, первое с котлетой, потом какие-нибудь там бедра куриные с макаронами и потом мясо по-французски, как бы, соответственно, с картошкой, вот, и в какой-то момент времени нам казалось, как бы, в чем долгое время, там, года полтора, что первое с котлетами – это вечный топ, прямо без вариантов, вообще никогда ничего это святое, это прямо как у нас сейчас с властью, как бы, да, вот. А потом, пересобирая очередной раз, как бы, там, ни первый, ни второй, ни десятый, что бы еще можно сделать, как бы, перебирая эти тренды, потому что берешь, прибираешь тренды, например, итальянская кухня, берешь, делаешь карбонару, почему-то не работает. Ну, точнее, работает, но ты не имеешь топа, да, вроде как итальянских астронавтов много, а карбонара не работает. Делаешь там что-то еще, думаешь, может быть, допустим, сделал это плохо, может, не понимаешь, там, да, вроде, как бы, все говорят вкусно, но вдруг они все врут, как бы, слово че-то. Делаешь что-то другое, и все равно не работает. Или работает середник, как бы, да, там, ты берешь следующий тренд, да, например, и вот один из трендов, связанный с Азией, он очень сильно стрельнул. И много добавилось к Азии, Липаназии. И это давало определенный какой-то эффект. Это просто раскачало категорию. Потом мы сделали БО. Долго сейчас собирались. Тренд БО-пакет. Тренд понятный, наверное. Это тоже стрельнуло. Очень много было страхов. Доля продаж еды была маленькая. Тяжело расширять ассортимент. И, соответственно, страшно делать дорогие блюда. Когда ты начинаешь с дешевых блюд. Когда у тебя оливье номер один в продажах стоит 120 рублей, условно говоря. Например, мы сделали не так давно месяц тысячный отец по кишке, который мы создали сделать. Наверное, год. Это было страшно, потому что это уже довольно непростое блюдо. Техническое. И страшно было производство, которое работало в нем. И так далее и тому подобное. Таким образом происходит эволюция. В этом смысле. То есть ты перебираешь тренд, смотришь на него, исполняешь. Исполняешь, хорошо или плохо. Идешь дальше. В этом смысле мы, например, до сих пор не нащупали решений по рыбе. Рыба должна быть. Не обсуждаю. Делаешь что-то вкусное, не работает. Делаешь что-то по-другому, не работает. Уходишь на три месяца в раздумье, а потом к этому просто возвращаешься, пока ты делаешь что-то другое. И с последнего, из того, что собирались делать, нас двое в бизнесе. Я занимаюсь ритейлом, а коллега, тоже Антон, занимается производством. Живет на нем. В основном, 90% вариатуры, это его история. Мы очень долго собирались, полгода, делать суперфуд, так называемый. Балансированное питание, которое будет дорого для нас. То есть 390 рублей, самое сейчас дорогое блюдо, которое нам зашло 2 недели назад, кусок стейка красной рыбы и так далее, очень сильно ломает, потому что будет заработать, не будет заработать, если мы находимся успехом, успехом в кавычках, с предыдущих рыбой. Ну и дорого, в принципе. Не чувствуем еще эту аудиторию. А блюдо сложное, сильно нагрузит производство по стоимости, скажем так, стоимости не фудкастовой, а стоимости именно производственной. Потому что мы делать, любим красиво, мы считаем, что мы делаем еду ресторанного качества, в том числе, с таким подачей, а это войдет на себя определенные обязательства. Но я хочу сказать так, что мы сделали суперфуд, из того, что нам принципиально осталось сделать, бесконечный процесс эволюции, мы как раз не занимались той самой туговой категорией, которую хорошо представлено в стране, и вот сейчас мы стали активно заниматься ей. Потому что у нас в магазине микс-формат, у нас есть элементы, у нас есть большой кусок пекарни, а фактически там, условно говоря, сосиска в тесте заменяет ботендрот с позиции мотива. Не закрывает категории, но заменяет с позиции мотива. И нам нужно вот эту категорию растащить. Потом, на самом деле, будет совсем уже, наверное, сложный гид эволюционной истории. То есть пойдем какие-то еще там под кухню смотреть, под кухню имеют какие-то страновые категории. Сейчас мы, например, приняли решение, что мы будем быстрее ротировать товар, потому что боимся, что это будет приедаться. Это же очень такая серьезная нагрузка на производство, когда высокая ротация продукции и плюс еще элементы все-таки узнаваемости. Не узнаваемости, а, скажем, только-только привык, например, покупатель и вроде как он за ней пришел, за этой позиции, а вы сказали, что все, мы ее там пока забираем. Или вы ее планируете потом опять вернуть. Не боитесь, что к каким-то вещам, к которым люди действительно привыкли и уже хотят их видеть, что отсутствие их, ну, скажем так, немножко отпугнет? Боимся, но это не поддается анализу смотреть время. И когда, значит, мы такую формулу я придумывал для себя все время, если что-то непонятно, или есть какой-то многофакторный анализ, от которого у тебя крыша есть, и ты не понимаешь, за что взяться, не понимаешь, что отсидеть, что-то решение, то, значит, вращаемся к базе, к базовым ценам. Базовая ценность такая, что мы все время делаем с Антохой, делали эту историю для себя. То есть мы понимаем, что мы ходим в этот магазин каждый день. И если нам надоедает то, что мы делаем, значит, надо менять. потому что мы являемся критерием оценки этой истории. Поэтому мы очень много едим тут, и нам надо начать доезжать. И поэтому мы стали это вращать. Понятно. Да, значит, смотрите, 2020 год для всех ритейлеров заставили, очень многих ритейлеров заставили заниматься доставкой. А как у вас в этом моменте обстоят дела? Вы доставку делаете? Мы сделали симпатичненький сайт, несмотря на то, что на Сильбе он сделал симпатичненько. Но я убедился в том, что поскольку бренда нет такового, потому что мы занимаемся маркетингом, то и, собственно говоря, и результаты нет. Какие-то заказы падают, но это скорее просто ради того, что это было, чем ради того, чтобы это выносило тебе деньги. Пока это призначит больше проблем, чем денег. поэтому там магазины подключены кендекс и деньги, ливери, но выручки это доля меньше 5%, денег еще меньше. Скорее, какую-то паркурсию выполнять в виде того, что это просто увеличивает количество товаров, приходящего на точку. Соответственно, это просто выгоднее с позиции фрешности. после тебя больше продаж тебе проще считать. А так этого немного. На самом деле глобальная идея этого проекта в том, чтобы сделать его на самообслуживание и использовать, поскольку мы ничего на точке не делаем, это простой магазин с точки зрения функциональности, это простой магазин, на точке мы ничего не делаем. Мы не будем собирать, ничего не делаем. То в дальнейшем использовать эту точку как Dark Store и отсюда на малом радиусе отдавать отсюда Dark Store. Имея преимущество относительно Dark Store с позиции того, что если Dark Store готовит 14 минут, мы будем готовить 4, потому что нужно просто подвести. Вот. Вот так. Сейчас вы развиваетесь в Санкт-Петербурге и есть ли амбиции у вас выйти за пределы домашнего региона и что вы считаете для этого нужно сделать? Надо здесь построить точку 30 и тогда можно было бы двигаться в условную Москву и легко рассуждать сидя далеко от берега, но мне бы казалось, чтобы красивая была история, которую мы занимались сами в Питере и в Москве. Я рад, что это было бы некое. Потому что эта конструкция не может работать без производства, поэтому можно в регионе строить и производство и так далее. я лишь вижу реализационный этап это 30 магазинов в Питере и строительство потому что нужно строить привоз на Москве это будет капеллоюнка делать это как мы делали здесь а здесь мы делали что? У нас было привоз 30 метров потом мы поставили еще 100 потом объединили эти два в 300 потом переехали в 600 ну вот это все формат не позволяет мне использовать слово да? все это как бы есть этот процесс конечно кому нужен нужно рассчитывать на какое-то изначальное количество не знаю условно 50 точек первой атерации понимать что ты не идешь ты кладешь на себя капель такого производства которое вытянет 50 точек сколько там тысяч по пророй для начала метров сколько она будет минусить времени и вот это вот все то есть для этого нужна абсолютная уверенность как бы в наборе всех инструментов да? формат работает взлет у него такой маркетчик у него такой и т.д. и т.п. да, ну вот смотрите мы уже чуть ранее поговорили с владельцами сетей которые довольно давно находятся на своих рынках и ну скажем так они претерпели у них была возможность на низкой конкуренции поработать сейчас они в режиме высокой конкуренции работаете вы по поводу стратегии я уже поняла ну как бы мы понимаем что у вас по стратегии вообще по другому да развиваетесь но вот какие за эти последние три года что вы работаете в рознице вы выделили проблемы локальной рознице вот у себя да и что вы явно понимаете что мешает развитию можете вот какие-то конкретные проблемы назвать не знаю что мешает развитию розницы мне кажется в Питере ничего не мешает развитию я так на это дело смотрю что мне когда не хватает людей можно выйти в какие-нибудь большие новые спальники погулять там столько прикольных помимо кучи шлака столько прикольных интересных проектов которые видно сделаны с душой это единственный непосторимый магазин как бы вот это может чему-то что-то почерпнуть чему-то научиться и говорить о том как бы что стоимость там дорогая стоимость аренды мешает но это же как будто наверное не серьезно вот это скорее как бы просто ну как бы рабочий момент скажем так вот мне честно говоря сейчас не очень понятно что мешает вот ну есть какие-то конструкции типа того что как бы как в этом году было с НВД как бы вот то есть переход который заявлен там за полтора месяца ну как-то привыкаешь к этому с позиции того что ты в России живешь для него это нормально как бы вот наверное для других стран нормально мне не очень понятно в чем там проблема проблема вот есть классические да там что для того чтобы сделать что-то и например в таком дыке как мы занимаемся что нужно производство то есть нужно начать сразу масштаб и если у тебя нет денег ты из конструкции не можешь как бы да никаким образом что в принципе ну просто невозможно и все как бы да вот и на другом этапе когда вот мы сейчас работаем мы зарабатываем деньги но все равно вопрос тот же самый стоит да там понятно что разумного кредитования не найти на этом масштабе но опять-таки ты как-то на это смотришь как бы ты же знал что это будет так вот кого-то я хотел обмануть так об этой поэтому оптимизм хорошо ну и давайте финальный вопрос да финальный вопрос который мы сегодня всем задаем да вы владелец бизнеса ну совладелец и вы еще пока на начальном этапе и достаточно сильно вовлечены в итоге все-таки в какой момент вы посчитаете возможным передавать это все на управление наемным сотрудникам и как вы к этому готовитесь ну я думаю что у меня вопрос на самом деле по поводу передачи я считаю что можно передать наверное все как бы кроме некой идеологии мне так кажется вот другой вопрос на идеологию на самом деле не очень нужно много времени если к этому правильно происходить вот и если бы себе оставил такую задачу я видел бы это так составить пищу для мозга как бы но поэтому сильно сократить время а касаемо ну скажем так более технических моментов да мне кажется что нужны нужно находить нужно понимать что у тебя появляются и делай что-то для того чтобы у тебя появляются люди которые приносят тебе решение которые говорят о давай делать то есть человек который приносит тебе если ты реально подружен в бизнес условно говоря там 7 на 24 или 24 на 7 неважно да там или что-то там творишь и ты вообще паровоз как бы в этой всей истории то нужны люди которые будут как бы тебя условно говоря обгонять как бы не знаю там пешком как бы ты будешь на паровозе ехать и они тебя будут оббегать как бы да там предлагать какие-то идеи которые ты будешь принимать легкую как бы да тогда ты поймешь что эта вся конструкция будет работать без тебя пока этого нет мне кажется остальное это обман и чтение разнообразных родных книжек о том как работать через савдение это все было бы обладно вот вот это спасибо большое как только доберусь в следующий раз до Санкт-Петербурга обязательно постараюсь побывать в ваших магазинах фотографии были как минимум любопытные ну и соответственно почувствуете уже непосредственно в локации как у вас чувствуется и что хочется купить еще раз спасибо за то что присоединились вам успехов и надеемся что новые локации тоже не заставят сильно долго ждать и что-то новенькое у вас появится окей спасибо Наталья давайте удачи спасибо вам всего доброго